всем привет сегодня будет очередная серия жкх без прикрас там 8 или какая акции заметили даже если какую-то пропускают цифру так уверенно говорю 8 это же не помню какая она была до этого жизнь кипит нихера не успеваю сегодня хотелось бы поговорить о штрафе бдд люблю своих друзей вы знаете приходят штрафа и ты смотришь они они один за другим один за другим я понимаю что это стреляют либо с машины либо они эти камеры мы переставляют местами либо еще что-то но они постоянно они вот я попозже в рублю где там штрафы и чё там как где-то мы с илюшей едем где-то мы с олегом едем почему так происходит да все элементарно и просто поступает заявка допустим да я в центре то-то то-то чё-то течет что-то заливает жильцы зачастую пиздя мой у меня там потом но и знаете не делай добра не получишься зла понятно что все эти нарушения скорость превышается там до 40 километров до ну разрешенная 60 ты ешь там 100 губы говоря и получается следующее что ты спешишь ну ты же когда едешь ты же не знаешь кто виноват в том или ином залить и управляющая компания да либо жилец ты этого знать не можешь пока не доедешь ну и пока ты летишь туда соответственно тебя фотографируют туда и т.п. все это делается я хочу акцентировать на этого внимание не потому что я там спиде гонщик да а потому что реально ну как-то так привык но то количество это засилье камер которая сейчас расплодилась на дорогах блять архангельска а конкретно блять окружная это просто парни ну ни в какие ворота не лезет все знают что калина у меня до этого у меня были автомобили немножко другие и там ну они могли ехать быстро и на них я передвигался не только в архангельске и у меня стояли там эти радары детекторы там или как которые предупреждали меня когда я подъезжаю к этой камере у меня даже не было такой головной боли что ну на калину которая едет там 100 километров в час нужны какие-то радар детектор но повторюсь количество этих камер увеличивается в какой-то геометрической прогрессии и ну ездить стало некомфортно я обратился к товарищу говорю у меня вот такая проблема он говорит у меня такая же проблема как ты решаешь гру подожди у тебя же в машине стоит какое-то одно оборудование которое должно пищать ну понимаете но горит ну зачастую сейчас она не помогает потому что какие-то комплексы не перечислил и говорит то что типа при работе определенные виды комплексов не дают излучения ну и соответственно радар детектор не может их поймать я говорю так чё делать то блять он начинает умничать ну ладно все-таки не мытьем да катанием короче он разродился скинул мне там пару этих ссылок на радар детектор а перед тем как он разрожил разрождался роды были длинные блять течение десяти минут наверное я психанул короче написал другому своему корешу говорю блять мотя говорю разродиться не может это там более продвинутый чё там делать то надо блять но вообще красавчик просто красавчик он короче мне говорит димас говорит на хуй нужны эти детектора говорит на озоне на озоне говорит продается блять баллон с грязью я говорю в смысле он говорит ну баллон короче берешь нахуй и хуячи ну ты не чисто номер хуячи на капот еще ебани короче сзади точно так же блять я грунты пиздец говорю слушай говорю сейчас осень может ну листья приклеивать там на шестерку у меня 6 в номере как бы ну типа что он говорит не она есть и мент остановит то короче если он обнаружит что это умышленно у тебя там лист ну приклеен то типа от 3 до 6 что ли на начал или от полгода до что до трех лет короче лишение прав я говорю блять пиздец полуха говорю ну ты тоже блять посоветуешь грыб но это не подходит это не на это не наш вариант сколько блять этих лишений было сколько кровушки попили блять угры димка не парься есть вариант лучше есть частники которые делают номера номер стоит косой если частнику доплатить косой то он изменит какую букву я говорю и ну и чё ты ездишь все нормально штрафы идут хуй знает куда я говорю тогда это здорово и вот тема то это мне зашла я хотел вот у вас интересоваться ты чё думаю ну потому что спасу уже нет а вычислить этих пидорасов которые на машине возят эти но оборудование вот это они прямо понимаешь на ходу блять стреляют суки но это просто как понятно что там пол штрафа 250 там с какими-то там процентами получается 299 но когда блять у тебя за неделю нахуй этих штрафов 6 штук ну как-то уже знаешь не прикольным да и вообще считаю что это бред блять ну все мы понимаем что то такое у нас вся эта система она предназначена не для того чтобы так предупреждать какие-то дтп дай они не радеют за безопасность дорожного движения да но все эти нововведения вносятся именно с такими лозунгами да типа это все для вас а на самом деле это но очередная кормушка и поборы населения поэтому кто чего думает посоветуйте и чем это все чревато ну интересно вот когда мусор останавливает и смотрит да вот на этот ну на стс как он называется извините приболел то внимательно смотрит или нет просто если есть менты короче которые это посмотрят вы пожалуйста честно ответьте ты блять когда вот смотришь на эту бумажку туда и на права где у меня там выколотые глаза там вся вот эта хуйня уши там нос блять все истыкана блять вами же блять долбоебами блять ты на номера то блять ну смотришь или нет блять ну есть смысл номера заказа ты мне ответь ёб ты спасу нет блять ведь были же среди них тоже люди блять ёбаный урод и так ладно серия сегодня а из новостей вот давай поразмышляем но не то что поразмышляем кто чем пользуется ссылочки еще что-то покидайте в комменты на что-то будет приобрести ездить 60 не вариант бабку затопит в бабке денег нет все ради людей все ради людей себя не берегу все ради людей короче кто что думает по этому поводу как вы обходитесь от херни давай видосик вставлю вот этот где-то медь штрафы листа вот прям сейчас смотри а так вот пацаны это не все штрафы то есть это вот определенная программа и у меня там получается открывать ну вот с фотографиями как бы да там помимо всего вот этого но это одна треть от всего того дерьма которое валится на меня постоянно я не понимаю ну почему такое происходит чё блять за скотство то но уже чё не вздохнуть не пернуть но это заебало уже просто я помню то время когда еще только велеть ебаные страховки и мы с маму ли ходили страховать машину которая принадлежала ей но я на правах первенца и гонял на небе ну ездил ну что папашки рано не стало для 15 не было для 15 димка сходи получи права не позволь меня 20 лет не было слышь ты же уже вовсю катаешься и с работы меня забираешь хороший мальчик получи права 19 получил где машина была но я вот пацанам говорю у меня бати 15 лет не стала коробка автомат была семер коробка коробка семеро автомат на залупа на мастер называется на кача я так рулил на полоса с перегазовками хуярит захар что ли был мастера нашел а она сам что за семеро то было обучается автомат коробка мастер с тобой сидит он все переключает лошара так вот я парни то все поняли я говорю папки не стало рано у меня то весь машина была прав то не был хотя права нам всем данных с рождения у меня не было водительского удостоверения т.д. и т.п. так вот я с мамой ходил страховал и я помню вот это бляс то когда знаешь а у вас нет техосмотра сколько сдал то лиц 20 у меня приколы короче были но парни если кореша меня посмотрят едем допустим там по малокарельской он раньше везде посты эти гришни бы остановит ли а я лопух такой знаешь это я говорю да я дома забыл просто ну в этот в кармашек то блять не вставила техосмотр он говорит ничего мы сейчас типа узнаем и идет в этот в будку то свою разворачиваться идет а я ему типа типа да ладно типа не ходи не смотри мол я напиздел он разворачиваться говорит ну ты нормальный вообще нет как бы я грудь я только вот ездить начал как бы ну я думал прокатим блять идиот блять так вот сколько катался ни разу ни разу блять как только получил права началось блять весело все это было я помню дороге слышь вот на этой заправке всю жизнь заправлялись блять а тут ослиная матча вообще еще те годы это знаешь когда там ключик на 13 на 14 сейчас не вспомню трамблер там блять уже гулей всю жизнь под капотом заправился едешь там 44 хопа газика даешь на этот на пробряк тогда должно быть дрым понятно так чик и зажиганием все время регулировали ну чтоб машина-то ездила было время и кореш мне такой а прикинь блять димас бензин 10 рублей сделают я тогда помню я ему грудь ты ебанутый что ли какие 10 рублей блять и так задрали блять выше нельзя блять там 2 рубля что стоило на это емлся что-ли бы как воду глядел а может это он и накаркал блять вот это он наверно сука и накаркал по 60 рублей нам сейчас за литр да эти камеры просто вымораживают парни блять просто блять с таким бальзамом смотрю когда их епашат блять ну вот этих частников блять нихуя такой ебки да блять присосался к кормушке блять там камеры у него ездит он блять фраерок блять пиздец блять народ хуй без соли доедает на нахуй держи штрафы блять а вот у меня логика то какая ну вот я правильно понимаю этот пидорок едет на своей машине идет поток все идут там 90 да и чё он просто его то вот так вот дин 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 прокатился в одну сторону в другую так там день поезде блять чё там сколько я не знаю на каком проценте он так по 500 рублей то блять это как в марио брос идешь знаешь там эти квадратики то выбиваешь блять там покатался 6 часов за 6 часов лямку рубанул ну сколько там даже если у него там 10 процентов идет сотка а хули не работать но это так образно мысли вслух короче пидоры эти достали вообще повторюсь на машину использую только для передвижения по работе только по работе до гаража доехать чем мы тут просто еще раз акцентирую внимание заявка там кого-то топит но и ты летишь то есть ты летишь с благими намерениями опять же с такой скоростью идет поток ну блять это какой-то знаете дебилизм блять или у нас вот в архангельске у нас круги круговое движение она не полноценно я понимаю круг там в диаметре километра до то есть ты выехал ближайший поворот тебе туда не надо ты встаешь на внутренний круг и едешь проезжаешь его проезжаешь еще один поворот правильно и перед тем как тебе нужно выйти с круга теперь из про перестраиваешься на внешний ряд правильно на внешний и уходишь в поворот у нас круги блять в диаметре ну не знаю метров 50 то есть ты выехал хоп и сюда и получается блять я выезжаю я старой школы да как бы я сразу на внутренний и этот пидорок вот так вот едет вот первый поворот он не поворачивает он ебашит за мной я пытаюсь перестроиться и уйти уже сюда правильно ну а он мне блять бибикает наху то что какого хуя ты делаешь он здесь выехал проехал раз поворот да я встал на внутренний мне туда я здесь перестраиваюсь после ну логика он встал сюда ты иди нахуй туда нихуя и он по кругу вот так и туда выходит насколько я сейчас слышал признают виновным человека который идет по внутреннему радиусу по 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 наружному по то есть вот если вот такая ситуация мне сюда и он я будет это виноват он это не как нельзя кстати нужно тачку переоформлять на себя видели там крыло у меня с той стороны справа ржавая там дверь там ттп ну а хули делать чё она мне обошлась в 90 даже если ее грамотно как-то блять пропороть куда-то на ну а хули надо учить козлов кстати кто чё думает тоже по этому поводу по этому по поводу кругового на еще у нас сегодня камеры которые доебли и круговое из новостей задзвонился серёга на это тот человек которому сергей сергей там не писать это все серьезно просто пока что я не буду оглашать и раскрывать все карты это люди золотыми руками я не побоюсь этого слова я заказываю 2 глушители но глушитель это конечно говоря громко сказано банку для комфортной стрельбы чтобы звук выстрела не давил по ушам потому что здоровье прежде всего правильно правильно и уж и надо беречь и так он не отзвонился сказал дмитрий ваш заказ готов на днях буду отправлять также вам пошлю кронштейн и кольца посмотри ну и дай свою оценку какую-то да очень сильно жду этой посылки это будет много серий нереально будет все вместить в одном первое безусловно мы открываемся смотрим трогаем ну я трогаю вы смотрите первое ощущение от изготовления да но в этой же серии мы вот этот штифт до пламя-гасителя которые мы с вами с ним снимались випря да мы устанавливаем его обратно на ствол то есть когда я получу посылку я возьму вепрь мы приедем сюда сделаем кое-какие с ним манипуляции установим на него дульный тормоз и также вкрутим установим на него уже непосредственно так называем в простонародье глушитель на самом деле это дульный тормоз закрытого действия или типа дтк-зт закрытого типа помимо этого в посылке будут кольца да мы плотно поговорим с вами об этом я планирую снять целый цикл видео про то что пришлет не поздно непосредственно сергей также будет кронштейн с титана с регулировками ребят ну такого вы вот реально не купите ни у одного производителя это не реклама меня просто реально переполняют эмоции я хочу побыстрее ну все вот это подержать в руках и первая серия поймите правильно нереально будет все это осветить в одной помимо всего этого есть куча других не увлечений а увлечения да которые потянули за собой целую какие-то другие события да и уже задействованы какие-то люди которым нельзя просто так сказать ну ты знаешь там не получается еще что то то есть все равно нужно как-то будет попытаться все организовать но то что раз в неделю будет выходить видео по теме что пришло в посылке оно будет первые серии видятся мы просто приезжаем на карьер почему на карьер потому что дистанция большая и экранирование не будет но понимает будет звук да но во всяком случае можно тем не менее пострелять еще и вверх да чтобы не было экрана как все это высказать свое мнение юзал я банок очень много стрелял с разных банок также и у друзей меня поразило то что я у них приобрел на скс сейчас заказал на вепре первое видео будет стрельба без приспособлений с двух карабинов потом стрельба с приспособлениями с обычной пулей обычная пуля как вы нас насколько вы знаете она превышает скорость звука да вот эта плетка и также мы постреляем патронами с наименьшей навеской да так скажем до звуковыми патронами это будет первое видео выскажу свое мнение комфортно некомфортно как и что чисто символически ну постреляем по каким-то мишень дальнейшие наши действия уже пойдут мы будем устанавливать кольца на саговские крепления на саговский потому что они считаются одними из самых лучших ну для простого народа устанавливать на них прицелы скорее всего покажем как мы обнуляем прицел то есть мы будем обнулять прицелы потом непосредственно пристрелка или бы просто уже готовые вот эти саговские комплекты да у меня есть кольца хороших производителей стрельба много стрельбы также снять поставить опять пострелять снять поставить пострелять и сравним просто с тем девайсом который пришлет сергей то есть мы его тоже установим скорее всего это будет вернее не скорее всего это будет карабин вепре и проделаем те же самые манипуляции в дальнейшем другой уже цикл видосов да мы будем ставить на вепре прибор ночного видения прибор ночного видения у меня с видеозаписью то есть и мы что-то будем говорить на этот прибор но встанем перед столом да и будем что там общаться с вами и соответственно непосредственно стрельба стрельба с карабина оснащенным банкой да в простонародье и что же мы будем видеть будет ли происходить какой-либо засвет засвет картинки да и как надолго что вот это тоже все осветим ну и опять же точно стрельбы и опять же мы его снимаем да и одеваем снимаем одеваем и посмотрим как . попадание стоп этом или как будет ли она уходить и такие же манипуляции мы проделаем с тепловизором а также мы проделаем это с загонником а также мы проделаем это с ником с ником профстав 39 выходной зрачок 40 короче есть много о чем поснимать но а курковка тос и зимсон они тоже будет много чего снят кстати у то за так и не собрался я свести скорее всего это сделаю зимой те кто смотрит канал а не понимает почему потому что зимой все равно будет какая-то доступность ну мало ли а любовь а покажите мне вот это а сегодня не могу а завтра могу там уже снегоход в помощь или хуй знает чего но вы все поняли кто смотрит как я тут чуть ли не попал но да ладно принципе все парни человек открыт всегда делюсь ждем ждем эту посылку ну почта россии ну сами понимают а дорога не близко до огромное желание поделиться понимаешь потому что ведь не только завистники есть потому что понимаешь глядя вот на те видео которые будут просто порадоваться не за меня а то что есть люди которые производят высокоточные вещи и вот меня просто вот давно не может не рад потому что я могу понять этих людей потому что вы сами знаете вот дачу ну нужно какой-нибудь да я у меня тут потому что вы сами знаете чем мы занимаемся вот царь вот этот не трожь слышь я его поганей буду на у меня мысли есть не трогай его ты чего это да блядь говорю не трогай нахуй это пиздатая нахуй и 125 вид еще 125 вид вот это я себе поэтому мы можем оценить и качество исполнения и подгонку и все остальное об этом будет ну скорее бы все это началось потому что ну реально это не терпится не терпится не терпится с петром сегодня сейчас блин там столько всего ладно и так давай жкх без прикрас 8 приятного просмотра вот мы внес надежды в музей идем к этому стояку хочу непонятно почему не макрит что ты не понимаешь почему не макрит вокруг посмотри поэтому и перестала ничего она мироточила а потом вся эта сила и мощь святая помогла то сделать трубу так значит будем писать эту бумагу вот представляете идут колонны в этих колоннах идут стояки высота какая надежда 8 метров и вот получается следующее что человек придя в подвал вот как ему найти нужный стояк хрен его узнает а над нами жилой дом вот такие вот дома у нас в архангельске да домах но на самом деле если слесарь православный то стояк автоматом подсвечивается в подвале в подвале темно если слесарь православный то все светится в подвале борются две силы две стихии добра и зла там есть дермодемоны про дермодемонов это отдельный разговор в этом здании еще находится музей человеческий я вот там но так почему смеются умные вещи говорят вот но ладно термодемонов и деле а вообще этот дом старый построен в ссср и когда я маленьким ребенком убегал из школы и смотрел хангельдона в кинотеатре то местные хангельдоны совершали уже подвиги на этом доме вот это была старая слесарская школа встречали таких надежды старых слесарей нет но они работают только от 40 градусного топлива нет слава богу нет таких нам не надо вот таких нам не надо и вот вот представляете вот вы представьте вот как тут все менять менять очень сложно так что вот такие вот дела вот столько профессионалов на две трубы надежда везда надежда здравствуйте мы вы подготовлено 16 лет нет короче вот будем сейчас менять все вот это дело колям по машину будет вот что происходит виде силы зла активизировались силы зла активизировались и пытаются это трубы спиздить это еще хорошо я туда крещеного отправил не крещеный да блять не смогу на надо дать ему икону чтобы он навязал ее на спину все все хана человек был пацан и нет пацана ну вот чего трубы заведены чо вот эти припаяем к ним да сейчас сармах изгоняем заферачиваю туда наверх и все соединимся в подвале и нами принято решение так как мы работаем для людей в первую очередь мать вашу правильно рама для людей мы уйдем в квартиру позвонили бабенки она сказала я не могу там короче завтра будем сегодня заделывать и подвал подвал необходимо делать работу туда полезет крещеный крест будет охранять его спереди когда он будет делать соединение а чтобы на него не напали сзади сейчас надежда с запасника принесет кону николая чудотворца чтобы сзади дермодены не накинулись на человек вообще икона николая чудотворца посмотрит наш канал когда вот мы с романом с романом были там ходили по музею помните да там труба текла перевесили икону николая туда труба перестала течь а и сегодня мы поем завтра мы поем опять музыкальную школу и там слабаем вам сектор газа чем-то там типа это как-то может ты говорил что ни с кем ты не была так что смотрите нас у нас весело там все за закрепили на хомуты пацаны я нашел вентиля вот они что касается работы а колокольчики бубенчики дуду а я сегодня на работу а не пойду пускай работает железный паровоз А колокольчики, бубенчики, дуду, А я и завтра на работу, а не пойду. Пускай работает железный паровоз, А он не для этого сюда меня привез, забыл все. Пускай работает железный паровоз, А он не для этого сюда меня мой друг привез. Дырка на мою фуфаечку легла, При этом не забыв раздеться до гола, Пока осуществлялся половой контакт, Как говорил Семен Давыдов, это так, Меня ты награднила парочкой в шеи, Свой наглый хавальник ошелев до ушей. Ой, ты моя, ядрена вошь, Зашлю дня, и закрыть все душу, Чтоб хоть немного успокоить эту шум, А я возьму и дару, а почешу. Теперь с тобой, родственники по ошам, Поговорим с тобой, Артем, по душам. Ты насекомый, я твои, мои бродня, И ты за это, блядь, попряжешь у меня. Они засели мертвым грузом, блядь. Сашка, купите нормальные гитары, руки уже нет. Поехали.